МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каждом населенном пункте, не только Ульяновской области, а и России, должны проводиться такие маленькие турнирчики. Как можно больше таких турниров. И чем больше таких турниров, тем большее количество детей придет к нам в секции. Это был уникальный человек. Так говорят про Анатолия Борисовича Сверчкова друзья и коллеги. Более 20 лет он проработал учителем физкультуры в средней школе поселка Зеленая Роща. Параллельно вел секцию борьбы. Учил мальчишек приемом самбо, вольной борьбы и даже дзюдо. Сейчас в секции, созданной Сверчковым, занимается более 70 парней. Его не просто уважали и ценили, его боготворили. Он для наших подростков был кумиром. Он для них был образец во всем, в жизни. То есть своим личным примером. Он заставлял детей идти правильно по жизни. То есть он из них делал настоящих людей, спортсменов, патриотов своей Родины. Анатолия Борисовича Сверчкова не стало два года назад, в день его 69-летия. Сердце остановилось от волнения в тот момент, когда благодарные ученики поздравляли своего тренера и наставника с Днем Учителя. Поэтому никаких указаний сверху. Турнир организовали по собственной инициативе спортсменов, тренеров и учеников школы. Среди главных идеологов мемориала Марат Сверчков, сын Анатолия Борисовича, мастер спорта России, подзюдо. Его помнят ученики здесь. Сейчас и выступают до сих пор его ученики. Многие уже привели своих детей. И память о нем жива. Все о нем помнят. Первый турнир памяти Сверчкова собрал более 50 юных дзюдоистов со всей Ульяновской области. Награды разыграли в нескольких весовых категориях. А победила, как водится, дружба. Михаил Сашанский. Новость Ульянской правды.